Донецкая Народная Республика В тот день, 5 июня, получается, попали в школу снаряды. Четыре снаряда повредило крышу, снесло крышу, также выбили окна. Ну и получается, прямо напротив школы, и ударной волной тоже нам окна повредило. Я хотела сюда поступить, потому что это возможность вырваться из военных действий и сложить свою жизнь хорошим образом. Война и разрушение повлияли на жизненный путь девушки. После увиденного появилась потребность стать полезной. С этого учебного года Олеся ученица кадетского класса школы-интерната в Химках. К строгим порядкам пришлось привыкать и жителю Донецка Артуру Жукову. В 6.45 подъема, зарядка, время на умывание и уборку кровати, уже в 7.15 завтрак и сразу на учебу. Все расписано буквально по секундам и никаких поблажек. Поначалу сложно было привыкнуть к питанию, потому что оно было по времени. Потом было сложно просыпаться своим утром. Ты дома привык спать до скольки хочешь, а тут все по расписанию, все быстро делать. В школе-интернате «Кадетский корпус» сейчас учатся еще 8 ребят из Донецкой Народной Республики. В свое время эти 10 человек отобрали из почти 2000 желающих. После окончания школы многие из них планируют поступать в Академию Следственного комитета. Узнать, чем живут ребята и каковы условия их проживания, приехала заместитель главы Ирина Теслева, начальник управления образования Ирина Варфоломеева, а также член общественного совета Химки «Интересно жить» Владислав Мерзонов. Они осмотрели спальню, столовую и места отдыха. Все очень аскетично, чисто, аккуратно. Все есть необходимое, но и без излишеств. Тем не менее, эта дисциплина дает как раз этот настрой, этот навык и эту подготовку, потому что эти ребята, которые учатся у нас в «Кадетском корпусе», эти старшеклассники, они планируют выбрать своей профессии, служение Родине, служение в правоохранительных органах. Это как раз готовит такие условия. Но, с другой стороны, в любом случае должно быть комфортно. После небольшой экскурсии с кадетами пообщались в рамках круглого стола. Выяснили настроение старшеклассников, выслушали проблемы, а также рассказали о себе и дали несколько наставлений. Например, Владислав Мерзонов признался, что в детстве сам хотел быть военным, даже служил в воздушно-десантных войсках. Но потом выбрал для себя иной путь – стоять на охране здоровья. Начался ковид, страшно было, но никто не ушел. Из врачей, из медсестер. Все как один встали в феврале прошлого года и так до сих пор работают в ковиде. Я искренне хочу пожелать вам, оставайтесь на этом правильном пути жизни. Потому что, честно говоря, нет ничего дороже и лучше, чем служение отчизни. Также главврач Химкинской областной больницы пригласил кадетов посетить больницу, чтобы познакомиться с работой врачей, а также получить полезные навыки по оказанию первой помощи. Еще одна из целей встречи с чиновниками – помочь детям адаптироваться к мирной жизни и познакомиться с городским округом Химки. Предложили организовать для ребят культурные и познавательные мероприятия. На сегодняшний день в школе-интернате «Кадетский корпус» учатся более 300 детей. Из них 64 в кадетском классе. Ксения Абрагина, Руслан Цаффин. Новости Химки ТВ. Руслан Цаффин. Новости Химки ТВ.